Здравствуйте! Вы на канале Айспик, альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. С вами я, Олег Павлюченко, и сегодня у нас гость, его зовут Елизар. Я не буду представлять, кто это, вы поймете, скорее всего, в ходе разговора. Итак, наша тема сегодня разговора с Елизаром. Что послужило причиной фактически разлада в ведическом обществе? Это все растет из моих фильмов «Пазлы Великой Тартарии», которые вышли под заголовком «Царь славян», в котором я описывал ситуацию, происходящую в причерноморской губернии Тартарии, где элита, грубо говоря, зажралась и начала сходить с ума. Для успокоения этой элиты из митрополии был послан в первую очередь царь, вернее, не царь в понимании, какой мы сегодня с вами имеем, а выборный правитель. А также был послан так называемый прокуратор, надзиратель за этим выборным правителем. Но все, скорее всего, они были выходцами из митрополии, из Тартарии. А где находилась Тартария, мы уже неоднократно с вами говорили. То есть это общемировая глобальная держава. Со столицей в тот момент, когда происходили рассматриваемые нами сегодня события, ее столица была где-то на востоке у Тихого океана. Город Камбалу, Тартар, Монгул. А причерноморья это была всего лишь ее губерния. И элита этого причерноморья, состоящая из второго высшего сословия, второй высшей касты управленцев, начала сходить с ума. Либо на почве пресещения, либо на каких-то других позициях. Но по моей реконструкции, скорее всего, эта элита просто хотела власти, закрепление этой власти по наследству и распределение капиталов. Итак, сегодня мы с Елизаром попробуем установить причины, что же случилось с той элитой, этой губернией причерноморской, которая, скорее всего, на момент этих событий, нами описываемых, была ведической. Итак, я передаю слово Елизару. Добрый день. Всем добрый день, элег. Добрый день, Елизар. Наводящий вопрос. А была ли ведическая элита единая во мнениях? Ну, как обычно, люди никогда не бывают единые во мнениях. И человеческое общество это пласты, так же, как и элита. Скорее всего, в элите тоже были разные течения, разные пласты, разные слои. И, скорее всего, здоровая часть, поддерживающая идеологию метрополии и истинные ведические представители этой элиты, конечно же, были. Ну, я думаю, что, да, так и есть. Но, все равно, если мы говорим о первоначале рождения человека, то сначала, как бы, у людей тесный, единый контакт. А потом, по причине свободы воли, по мере россиян, и когда в жизни сталкиваются различные факторы, возможности, влияние, то изменяются деятельности речи, изменяются поведенческие процессы, все живут в разных регионах. И забываются некоторые основные общеизвестные тенденции, и человек принимает решения самостоятельно, естественно, видоизменяются мировоззренческие процессы. Поэтому, я думаю, что, если мы говорим сейчас, что привело к падению ведической цивилизации, во-первых, само россияне, потому что вот сейчас на планете идет процесс глобализации. Причем глобализация осуществляется на всех уровнях человеческого естества. Например, для телесных потребностей, примитивных потребностей, скажем, животной природы человека, глобализация осуществляется через научно-технический прогресс с централизацией банковского управления. Через проценты, через кредиты люди попадают в своеобразную зависимость. Что касается духовной потребности и социальной потребности человека, то здесь тоже идет процесс глобализации. Социальная потребность человека в общении все заменяется искусственной, технократической, где уже важно не диалог человека с человеком и резонанс всех его биополей, слов и телесных образов, а именно только диалог с энергетическим полем информационных сетей высокой технологии. Что касается духовного уровня, здесь глобализация идет на уровне религиозных психотехник. И она идет на уровне, скажем так, ватиканских соборов, ватиканского собора, последнего, экуменического. Именно он назван собор глобализации, этот экуменический. И в этом же ключе сегодня же работают неоязыческие, нео-ведические культы. Фактически раскачивая некий маятник садо-мазохит. То есть внешнее экзотерическое религиозное общество раскачивает маятник в сторону мазо, то есть в саду. Это внешние формы, структуризация по символам, структуризация по некоторым силовым воздействиям, законодательной базе. А, значит, эзотерические общества производят ту же глобализацию, только с помощью маятника садо-мазохизма в сторону мазо. Здесь, значит, все абстрактно, но никаких определений общих нет. Каждое эзотерическое и ведическое общество, ну, скажем прямо, может быть, секта назвать так, может быть, попробуем, она в чем-то отличается от другой. Единства нет. Однако, я думаю, что изначально в древности и вообще единство быть должно. И причина этому вот что. Ведь у нас есть три группы потребностей. Духовные, психические и телесные. И если даже какая-то группа людей говорит, что, скажем так, лягушкой есть полезно, или устрицами питаться, то опыт жизни, опыт медицины показывает, что лягушками утре с устрицами питаться вредно. Если мы подходим к вопросу о долголетии и о даже физическом здоровье, я пока за телесную потребность говорю, в еде и в питье. То здесь складывается следующий момент, что для физического крепкого здоровья лучше употреблять в пищу овощи и фрукты. И запивать водой, ни соками, ни пипсиколами. То есть речь идет о том, что человек будет жить естественной, богосозданной культурой на планете. Или искусственной, им придумаем. А если мы еще, набравшись каких-то порочных зачатков, отселимся даже в одной семье друг от друга, попадем в другие местности, где что-то не произрастает, и начинаем питаться тем, что есть, а не тем, что самое полезное. Естественно, вырабатываются разные привычки. И поэтому, и в дополнение к тому, что если мы сейчас рассматриваем цивилизацию, значит, в Средиземноморку, культуру, именно, как бы сказать, отдел нашей Руси, то здесь, я думаю, что ты достаточно правильно выразил этот вопрос. Что когда у человека все в доставке, и у него барьер критичности, ну, скажем так, критическое мышление, оно уже не бодрствует. А мы в этом мире не живем одни. И вот сейчас в средствах массовой информации везде поднятый очень сильный вопрос инфернального мира. Но это так не называется. Называют инакланетяне, летающие тарелки, экология. Однако она была и в древности. Вот, например, мне приходилось больше 20 лет работать по странам СНГ с явлениями покерги из Саддама Вилхин, Куба, Сукуба. И я могу сказать, что неуправляемых процессов просто не существует. Здесь будет уместно применить слово эгрегор. И я хотел бы поправить, что согласно Теословского словаря Блаватского и согласно понятиям сегодняшних эзотериков, эгрегор это то, что создают сами люди своим биополем, своими эмоциями. И чем больше общество с определенными понятиями созидается, то они своим полем умножают эгрегор. То это понятие исключительно неверное. И я объясню, что такое слово эгрегор как у меня вырисовалось понятие по жизненным опытам об этом. И приведу следующий пример. Если я сижу в стоматологическом кабинете, лечу зубы, и значит вернул головой, тогда мне сверлили. Мне естественно на нюхту травма. То есть находясь в эгрегоре стоматологического кабинета, я должен выполнять условия доктора головой не крутить. Но постовой милиционер ГАИ ГИБДД не имеет права прийти меня оштрафовать за то, что я крутнул головой кабинет стоматолог. Потому что это не его поле действий. Вот мы сейчас затронем две эгрегориальных матрицы. Медицинский стоматкабинет и правила дорожного движения. Так вот, говоря об эгрегоре, я теперь подведу со следующего угла. Так вот, эгрегор это смотрящий милиционер, ПДД-шник, который стоит на перекрестке. Это правило дорожного движения. И я, как его участник. То есть согласившись я сесть в машину и поехать по дороге, добраться с одного места, пункт Н, пункт Б, я подчиняюсь правилам дорожного движения, в которых смотрящий, то есть постовой милиционер, имеет по-новому опалочке показательнее нарушить правила, нарушить действия святатура, нарушить действия разведки и нарушить действия знаков. Это его право и вольт. Так вот, в нашей жизни есть эгрегориальные матрицы, которые работают по определенным нравственным канонам, клонам. Если мы как государство, как рот, как держава, как республика, как человек, семья, эти правила нарушаем, то мы попадаем под действие другой эгрегориальной матрицы, которая предназначена эти правила нарушать. Так вот, в мире есть уголовный мир со своими законами, правилами, а есть мир, который соблюдает законность государства. Вот точно так есть в мире духовный. И поэтому людей, свободных от воздействия инфернального мира по его эгрегориальным матрицам просто не существует. И одним из моментов, о которых ты затронул вот в первом фильме своим «Сариславян» и когда коснулись греческой культуры, я думаю, что исключительно верно сказано, что люди, находясь в пресыщении, у них все было в доставке. И у них перестало работать критическое мышление. Я немножко сейчас перебью насчет греческой культуры, дам поправку зрителям. Греческой культуры как таковой не было. Это мнение Носовского-Фоменко, я придерживаюсь их мнения. Это жреческое, ну, в таком вот понимании, жреческое, греческое, но это прямой перевод. А на самом деле это культура как раз таки Малой Азии и части Балканского полуострова, ну, захватывающая территорию Причерноморья. То есть это в переводе на русский язык Юг Руси так называемый. Ну, приходится согласиться, потому что вот вопросы связаны с хронологией, так сказать, истории. Мы сейчас только начинаем, не все может быть, мы начинаем перевосмысливать. Но мы больше, Елизар, о том, что происходило там, то есть в чем были причины разложения вот этого вот южного общества в климатических условиях, в больших урожаях? В климатических условиях, в местоположении значит в природе все было достаточно, климатические условия, тепло, не требовалось заботы о согреве, отсюда масса свободного времени все доступно. Это центр на то время цивилизации, потому что там все плодородно и доступно, все есть. И поэтому здесь, как я наблюдаю, работая с Духовным миром, с задержимостями, что когда у людей высвобождается время, и у них есть некий достаток и уверенность, человек естественным образом стремится расслабиться. И расслабиться и физически, мы едем отдохнуть, полежать, поляреться на солнце. И расслабиться морально, зачем нам, если война не идет, то у меня есть, в чем мне там бодрство. И расслабиться духовно, то есть получить некоторую дозу определенного энергийного комфорта. И когда человек расслабляется, здесь именно приходит исторожение инфернального мира. И инфернальный мир провоцирует человека на излишне и извращение. То есть когда человек перестает над собой работать, он становится жертвой инфернального мира. Открывает пути. То есть я зрителям хочу первый тезис от Елизара выдать. Нельзя расслабляться, иначе вы открываете ворота. Перестаете работать, становитесь уязвимы. Совершенно верно. Именно по такому образу теперь начинается что? У каждого человека есть потребность к гармонии. Но гармония это слово или свойство или чувство не одинаковое для всех. Потому что изначально в нас заложено при рождении и доброе начало, и негативное. В иудаистике это называется ЕЦР-РА и ЕЦР-ТОВ. Ну он немножко не стыкнулся с тем, что принято значит в Египте значит РА это хорошее, а ТОВ негативное. В иудаистике наоборот. Но тем не менее значение есть, и с ними нельзя поспорить, что значит негативное ЕЦР-РА и позитивное ЕЦР-ТОВ по-юдаистике в человеке присутствует и значит в зависимости от того, что своей свободой волей он избирает, такие эгрегориальные матрицы начинают структурировать его судьбу. А если он еще не бодрствует, тогда ему написан серьезный приговор и как человеку, и как роду, и как дернай. Елизар, еще один вопрос. Вот насколько ведическая идеология, религия, если так ее назвать, способна была сопротивляться вот этому негативному влиянию расслабления. То есть, что люди задают нам, какой вопрос. Если бы это в современном мире произошло, это произошло бы еще быстрее. А в том мире ведическая идеология, религия, насколько могла успешно противодействовать такому поведению людей. Я думаю, что она не могла противодействовать нисколько, потому что сама ведическая культура была культурой, разработанной демонами. Демоны! Демоны! И конечно, может это обидно многим слышать, но у меня на это есть серьезные основания так утверждать. Я хочу одно сказать, да, многие сейчас слушатели нас не поддержат, но когда мы называем, что это мнение Елизара, если мы говорим о том, что ведическая культура создана таким образом, как сказал Елизар, у многих возникнет вопрос, а что же тогда правильно, где правда? Замечательный вопрос, я немножко приведу простой пример. У нас есть индийская ведическая традиция, греческая ведическая и русская родовая. Значит, по-индийской Шива Брама и Индра, он повелитель богов Громовернице, греческая Уран, Фион и Зевс повелитель богов Громовернице, русская родовая, Сварог, Род и Вышень, но Перун глава богов Громовернице. Самое интересное, что дети Индры, Зевса и Перуна в виде птиц вступают, ходят в покои. И во всех этих ведущих культурах, я думаю, что они скопированы с какой-то одной, везде присутствует распутство, везде присутствует разврат, и везде присутствует многоженство и прочее, прочее. Елизар, чтобы было больше вопросов, начнутся задавать, покажите, где это, вот, можете Вы немножко рассказать, привести доказательства распуту, разврату, который происходил в таком вот формации ведической культуры? Ну, в данном случае, вот, в твоем фильме, когда касалось греческой культуры, было показано, как в Греции, значит, имелся разврат, значит, как почитали Павлос, и политические символы, у нас сегодня есть древние, это ведические символы по всей земле, даже в Ватикане посреди площади стоит политический символ, в Санкт-Петербурге он стоит, то есть, мы говорим о чем, если сегодня мы хотим возродить древнюю ведическую традицию культуры, мы должны не возрождать то, что было справедливо уничтожено, сейчас не говорим какими силами, потому что лично праведные боги процесс уничтожения человека так не решают, а они разрешают одной человеческой силе нечестивой уничтожить с благородными чертами, уничтожить другую, более нечестивую с менее благородными чертами, и пример тому Великая Отечественная война с фашистской Германией, где атеистический Советский Союз в конце концов наказал оккультную гитлеровскую Германию. И второй пример я приведу немножко, может быть, забегая вперед, потому что это очень касается реконструкции древней истории и последствий то, что мы наблюдаем в Средиземном море, потому что это была провинция Большой Империи, А в самой Империи, в городе Камбалу, столице, где восседал великий хам, великий царь, что происходило? Те же тибетцы и кашмерцы, как в гитлеровской Германии тибетцы, там они настраивали Гитлера и его общество, Ненерда, принимать некие оккультные решения, минуя нравственные кости А здесь тибетцы и кашмерцы разгоняли тучи над городом Камбалу, если царю не хотелось, чтобы он шел, значит, сила магии у них была. Второй вопрос, у самого царя было четыре жены, у каждой из жен был гарем, до трехсот, четырех сот девиц, и каждые три дня царю города Камбалу, столице Великой Тартарии, приводили шесть девиц, с которыми он три дня забавлялся, делал все, что с ними хотел. Теперь рядом находился город Камул, целая область, республика почти что, где были определенные привычки, это все была ведическая культура, потому что и тибетцы, и кашмерцы, это все ведическая культура. Так вот в городе, был город Тангут, был город Камул, и в области Камул происходило следующее, если область находилась между двух степей, может пустиней небольшой, и когда приходили путники, им где было останавливаться, в частных гостиницах, в частных домах, и как только являлся путник, муж оставлял свою жену на три дня, и жена выполняла обычаи, как у северных народов сегодняшних, да? Сейчас мы к этому подойдем. И вот значит, то есть, когда царь возмутился и сказал, что это у вас за распутство такое. А царь все-таки возмутился, то есть, сам распутничал, а возмутился перед этими вот. Ну, потому что у него как бы можно, он же царь, а здесь простой народ, и это самое, он у нас не принял подавиться. Они ему принесли дары, задобрили его золотом, бриллиантами, и он им такие-то разрешил, потому что они ему сказали. Елизар, можно я сейчас свое мнение оставлю, пока вы не закончили мысль до конца? Я все-таки думаю, чтобы не лишать наших зрителей идеологической надежды, которую мы все с вами возлагаем на Тартарию, мое мнение личное, что описание Мангухана этим Деру Бруком, Марко Полу, то, что сейчас приводит Елизар, это все, я думаю, неправда, это вранье. Я знаю Мангухана с другой стороны, когда он успокаивал вражду мусульман и христиан, он им сказал очень мудрую вещь, то есть Бог един, а религия это пальцы на его руке. Как же могут пальцы воевать друг с другом? То есть это был очень мудрый и серьезный человек, которому на его уровне понимания не было понятно, как могут разные представительства единого Бога друг друга бить. И хочу еще сказать насчет русского ведизма. Мы не слышали в нашей русской истории того, что было в Греции. Вот это вот, да, были многоженства, многоженство до четырех жен еще разрешало даже старообрядчество. и разрешает до сих пор. Кто видел и знаком с малаканами, тоже неоднократно видел у них наличие многих жен. Но это совершенно не мусульманские обычаи. Они не покупают жен, жены их выбирают с кем жить. И хорошо или это плохо, не нам судить. Но разрад это не несет. И в принципе русская ведическая культура, она в корне отличалась от южно-русской, от греческой. И они даже по пантеону расходились. То есть по словам Мангухана он не понимал, то есть руководство самой Тартарии не понимало угрозы в разности религии и культов. И по этому принципу я все-таки склонен судить. А самой Тартарии Русь это одна из серьезнейших областей ее, как Самарская и Волгоградская области Москвы. То есть Тартария, а Русь это неотъемлемая ее часть. И Русь она в принципе должна была в своей культуре сохранить и в своих сказках, былинах, мифологии, сохранить то, что действительно происходило там в Тартарии. И хотите судить по Тартарии, судите это по Руси, по ее образу, но не по Греции. Так что не все так плохо. И есть надежда, и есть у нас русские корни, никуда мы от этого не денемся. А Тартария это то, откуда эти корни в Русь пришли. И то, что сейчас конечно, а как вы хотели перевод, мы знаем свидетельство жизни Мангухана только с иностранных источников. Ну извините, почитайте иностранные источники по любому руководителю нашего сегодняшнего государства, вы найдете то же самое. Сталин, Сберия, Разратники, те алкоголики и все в таком роде. Так что я думаю в этом понимании ни Деру в руку, ни Марка Пола в описании двора Мангухана верить нельзя. Ну это мое мнение, а Елизар продолжит. Ну да, единственное, что следы того прошлого, я когда служил на Дальнем Востоке, у нас был интересный момент, и мой приятель один тоже служил в Монголии, и когда он приехал после Монголии, мы с ним беседовали, рассказал, как его пригласил глава правительства, один из глав, я не хочу подробностей говорить, и в это время они напротив того дома, где пировали, поставили две юрты, и были еще представители монгольской элиты, джонами, и после того, как они немножко попировали, вышли перекурить, им прямо предложили остаться с женами одному в одной юрте, а другому в другой, то есть такой обычай еще по сей день сохраняется в Монголии, также я встретил на севере подобные среди северных народов еще и сегодня, не в такой мере и степени, но в случае подобных. Но я можно еще немножко вставлю, это чтобы всем было понятно обычай все-таки желтой расы, мы не будем говорить какая раса лучше, какая хуже и обычай веры, культы желтых мы не знаем, а центр желтой цивилизации это Китай современный, тогда он не Китай, Чайна, все выходцы монголы, те же северные народы, якуты, это все те, кто вышел с территории Игрегора, как Елизар говорит, желтого, и допустим тем же Якубтам всего лишь 200 лет назад дали 40 километров для проживания на реке Алдан, вот в Китае у них интересные всегда происходили не в Китае, а вот в Чайне, это только мы их называем китайцами, а так это Чайна, у них происходили очень большие катаклизмы внутри по объединению человеческие, когда у них население сокращалось с 50 до 10 миллионов, то есть внутренние гражданские войны, и все наши калмыки, казахи, которые себя казахами кстати не называют, называют как-то наме, я не помню сейчас это слово, якуты, северные народы, это беженцы от той китайской резни, чайнской, которая происходила фактически в Чайне каждые 100 лет, или я поправил немножко, что это по желтой расе ситуация обмена, вопрос идет в чем, у людей есть такая, как мы говорили, возвращаемся к социальной потребности, к психической, социальной, есть такая потребность резонировать в обществе, вот почему мы хотим, чтобы нас все уважали, были друзья, было общество гармоничное, и в нем все было тик-ток, хорошо, все счастливы, у человека есть потребность находиться в гармонии с окружающей социальной средой, эту же потребность при неправильном отношении возбуждают по законам психологии толпы, и вот мой один знакомый, когда я сейчас не помню точно год, летел из Баку в Киев, и самолет упал возле Еревана, и в самолете осталось 6 или 8 человек живут, он позвонил стюардессе, что горит двигатель, она говорит, пристегнитесь, объявили, и когда все увидели, что горит двигатель, и самолет начал снижаться, объявили, все расстегнулись и бросились смотреть в окно, так что самолет вошел в штопор, и когда долетев до земли, он едва штопор выправил, ударился о деревья, отлетели, взорвались крылья, а кабина с пассажирами уже убитыми, они убили друг друга еще в полете, дрались за сумки, за все, то есть возникла резонанс, во время паники возник резонанс в эффекте психополя толпы. Именно на этом еще срабатывают ложные нравственные опыты, ложные религиозные опыты, и помогают инфернальному миру пленять человечество. Поэтому те люди, которые могли сохранять некую религиозную чистоту и нравственные критерии, они в таких местах поселяться не могли, потому что сама среда обязана было их вытолкнуть из них. И я думаю, что если у нас и сохранились религиозные следы, более не поврежденные на территории Руси, то они могли сохраниться только там, где был неблагоприятный климат и тяжелые условия для проживания. Да, то есть семья Лыковых это четкие представители этого ведического? Или нет все-таки? Я думаю, семья Лыковых тут в чем вопрос. Мне нравятся слова Христа, как сказано, не пришел избавить вас от мира, не находясь в мире сохраниться. Поэтому семья Лыковых это один из примеров скажем, фанатизма. Поскольку если мы совсем выйдем из социальной среды, ну мы потеряемся. Потеряемся и не будем знать тот уровень нужды. Елизар, и можно еще вопрос прошу семьей Лыковых? У нас вроде все понятно, но они в принципе это христиане просто старообрятся, а беспоповцы. А таких было на Руси в 19 веке абсолютное большинство. И еще вопрос другой, как раз таки о замкнутых эндемических или полиэндемических сосредоточениях вот той культуры ведической. Елизар, по-вашему вот молокани, они живущие отдельно, но социальными группами, я их встречал там же, где и вы, в Закавказье, и на меня они произвели, конечно, очень сильное впечатление. Какое? Какое сильное? Ну, как вам сказать, для сравнения, это был Советский Союз, и тут я видел совершенно русских людей, но по сути своей не похожих на всех русских вокруг. Они были не пьющие, они были, сила в них какая-то была. Ну, тут, конечно, бесспорно, многие в каждой религиозной среде есть люди определенно приближенные к Творцу и честные. Вот мы вчера тоже имели диалог с некоторой ведической структурой о том, что было сказано, что есть кон, а есть закон. Я употребил слово закон в положительной смысле. Мне возразили, что это плохо, это законам, это беззаконие, а вот надо жить по кону. Но я бы к этому не относился, потому что вот у человека есть внутренний мир, скажем, его подсознательное. Оно устроено по нравственным конам Творца. И духовность, это когда наше подсознательное в гармонии со сверхсознательным упорядочено нравственными конами Бога сознательно. И христианские те же писания говорят, что чувства ваши должны быть навыком приученных к развлечению добра и зла. То есть ведическая концепция, древняя ли, современная ли. Вот у меня, вот я могу достать несколько книг, которые написаны ведическим институтом Брахма Кумарис, это индуисты. Я когда их читаю, мне не то, что уже плакать, кричать, рычать, орать, мне хочется, я кричу, говорю, Господи, когда ты уничтожишь эту мерзость. Потому что человекам нельзя это делать, это не наше дело, но там полностью дурь. Если мы говорим об алкоголизме, психофизическое свойство, которое оно оказывает на нас, то есть еще алкоголизм психоэнергетический. И вот все психотехники эзотерические, или скажем, псевдоведические, это есть техники алкоголизма. А это я этих людей называю психоэнергетическими алкоголиками. Потому что основная задача вступления в мир теней, узнавания своего будущего, прошлого, своих прошлых жизней, репареинкарнации и прочее, является отключение критического мышления, погружение в мир прострации и слушание внимания, безмолвия разума, как оттуда придет подсказка. А это самая настоящая формула гипноза. Не имеет значения, сможешь ли прислепить в кабинете гипнотизера на стеклянный шарик, блестящий, уводишь глазами, или ты смотришь в центре своего лба, звенящая тело или звенящую пустоту, которая начинает свистеть и после этого человек попадает под состояние гипноза. В любом случае гипноз человеку от человека не передается. В любом случае от гипнотизера участвует инфернальная сущность. я когда учился военном училище, то у меня тетя работала ассистенткой профессора психиатрии Файзенберга. И я в Украине часто ходил не в кино, не вина выпить с ребятами, как обычно, в курсантике. Вырвались на свободу, расслабиться. Мне было интересно, в то время книги Владимира Лея опечаталась. Мне было интересно, как работает система гипноза. И вот приходилось мне участвовать, присутствовать почему, я неправильно исправился. На этих сеансах сам же профессор старый Файзенберг был склеротиком и лично со мной два или три раза знакомился. Но тем не менее обладал гипнозом, лечил людей и прочее. Десято я наблюдал, как совершаются эти опыты. И сомневаюсь я, что лично он, будучи склерозом обладая, мог воздействовать на человека. Да, есть определенные психотехники влияния, воздействия, но, как правило, люди являются сами медленными посредниками. А интернальный мир, учитывая их некомпетентность, начинает руководить, вещать, управлять и внедрять свою матрицу. И когда наступает полнота этой матрицы, а теперь я хочу вернуться к структуре греха. готовы? Послушаем. Я просто хотел все-таки услышать мнение, и, наверное, все слушатели, мы не закончили про Малакан. То есть был вопрос у нас такой, где все-таки правда ведическая, где мы можем увидеть и посмотреть, кто действительно хороший, грубо говоря. Кто настоящий ведист, а не сектант? И мы привели пример Малакан. они сектанты или ведисты? Я думаю, что они как бы сказать, а что такое сектанты? Мы глубоко сейчас не будем, то, что вы и говорили, весь процесс разговора до этого и был фактически, только осталось дать определение, вы рассказали. хорошо, я тогда скажу мое определение, потому что официальное сектантами, то есть это слово взято из обихода и жаргона официальной религиозной государственной структуры. И сектантами являются те религиозные общества, которые не подконтрольны, то есть не являются государственными признанными религиозными обществами или церквами. На самом что любое общество, социальный институт, где выполняется принцип чтоб человек отупел, одурел, забылся и попал под внешнее управление и с помощью психологии толпы плюс психология толпы называется сектантство. Сектантство это процесс поглупления дурманного человека и удерживания его в узах заблуждения с помощью психологии толпы. ее некроритма некродинамика. Поэтому в большинстве своем молоткане как и все остальные тоже сектанты. То есть мы не можем с них брать образец ведического общества. Сейчас очень многие задают себе этот вопрос по построению старого ведического общества идеологии. Но получается что мы пример реально взять ни с кого не можем. Ни с новых ведистов ни со старых в виде молоткан. То есть где искать правду получается? Ну когда у меня у меня же свой опыт так ведь и на самом пути когда я попал в один из вооруженных конфликтов как говорится как говорят все генералы на войне людей неверующих нету. У меня был вопрос такой в душе как мне сегодня себя вести правильно настолько чтобы завтра послезавтра через 10-100 тысяч лет это также было верным и праведным и не пришлось кусать локти и сожалеть ведь жизнь коротка чтобы ошибаться. я тогда задумался и мне пришлось плотно работать с обществом кришнаитов вот я как бы начал с этого не хочу рассказывать путь свой ни к чему здесь но начав с этого оно в меня не вошло и когда я очень запиял скажем так молитвах творцу мне было озарение такое что есть нравственные иконы которые только являются основой для понимания друг друга и гармонии жизни и тогда столкнувшись скажем даже с библейской концепцией всплылили те же 10 заповедей которые которые Христос или там Христос или так Исаак Крышин мы сейчас будем разбираемся пока с этой темой озвучил своеобразно и если у нас есть действительно закон как буква запрета не делай не укради а есть дух жизни дух кона жизни и вот тот же принцип не уже свидетельствует о чем он говорит например для меня я значит вам скажу во первых все что проявлено внешне видимо материально проявлено из глубинного из духовного мира иными словами сказать духовные законы работают духовные правила работают такими же принципами как правила проявленного мира и это есть истинное свидетельство то есть если у тебя внутри есть состояние намерение к чему-то а ты из себя свидетельствуешь выжимаешь другие поступки то люди чувствуют что у тебя другой дух и тебе это неприятно если уже свидетельство духа поэтому и во всем мире материальном должны быть нравственные кони а они касаются даже возьмем тех же десяти заповедей которые Христос показал как духовно понимать все сферы отношений в мире бытия надо пример приводить я знаю элизар думаю у людей сегодня у наших слушателей будет перегрев расприятия давайте закончим нашу тему большими выводами а вот что такое грех мы с елизаром или елизар в нашей передаче расскажет в следующий раз более объемно это очень серьезные понятия елизар очень умный человек он очень много знает но сегодня введем итоги что же случилось вкратце все таки с этим ведическим южным обществом которое мы называем Грецией хотя она и не являлась так же как кстати Византия не являлась Византия а это все южная часть Руси что с ним произошло почему она отделилась от самой Руси идеологически и как она пала до того что она пала опять возвращаемся значит пресыщение беспечность пресыщение беспечность и подключение инфернального мира скажем так нигилистического отсюда пошло извращения духовных правил и общество лишило себя покровительства высших сил а общество лишенное которое лишило себя покровительства высших праведных белых сил уже приговорено к уничтожению что дальше произошло к ним был послан я еще раз повторюсь я все-таки приверженец гипотезы Носовского и Фоменко по Иисусу Христу что это действительно византийский император Андроник я думаю очень серьезно эту работу по вычислению датировки и самой личности провели Носовский и Фоменко еще там 15 лет назад они вычислили место место самой казни место того Иерусалима который находился на Босфоре на Черноморском побережье и я приверженец все-таки этой действительно гипотезы потому что она самая логичная из всех которые существуют а то что он был реально руководителем он не был императором или царем в нашем понимании я уже это неоднократно говорил это был стол из 12 управляющих и один из них председательствовал вот он председательствовал а кто-то из этих 12 его убрал и убрал его через законную силу то есть не просто убили его где-то дома ночью а противопоставили ему определенное обвинение и законным путем они попытались его устранить сначала прокуратор который тоже был ставленником метрополии попытался его спасти но потом по каким-то причинам он поддался на вот эту вот элиту и действительно Андроник был казнен а этого прокуратора теперь помнят все по-своему я думаю что это наша гипотеза она имеет также право жить как и гипотеза описанная в новозаветных писаниях и в которые верят все христиане скажем так за несколько столетий и почему гипотеза потому что детально изучая писание нового завета и как учат христиане что новый завет утихает из ветхого мы с группой исследователей однозначно пришли к выводу что это неправда потому что тот Христос который описан в новозаветных писания не знал текстов ветхого завета и христиане верят что во Христе описано в том Христе в которого они верят написано в Библии якобы в новом завете сбылись ветхозаветных куча пророчеств на самом деле если это когда-нибудь будет интересно я покажу что ни одного пророчества о Христе в ветхом завете не существует в принципе ну я думаю мы этот вопрос с вами еще неоднократно разберем и я думаю сейчас по результатам этого фильма который мы выложим мы посмотрим и сделаем может быть с Елизаром встречи регулярные чтобы он все-таки поделился со всеми своим мировоззрением своим опытом своим знанием структуры церкви инфернального мира он очень интересный человек наверное будем заканчивать сегодня да я просто думаю что напрасно так конечно реклама я просто занимаюсь узкой темой чисто духовной практикой религиозной и поэтому как бы сказать многих вопросов не то что умный ну не знаю и сегодня приходится снова учиться потому что хотелось бы знать еще со школы в частности историческим процессом явлением физики ведь сегодня наука которую мы изучали в школе в институте приходится многое переосмысливать а это говорит о том что мы ничего не знаем как долго вот в цепи ну другого ответа от умного человека и быть не должно было но на сегодня до свидания до следующих встреч пишите комментарии ставьте лайки с вами был Олег Павлюченко и Елизар до свидания о боже Субтитры создавал DimaTorzok